Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по Великой Книге Те и Лим, 29-й Псалом. Необычный Псалом, очень сильный, очень такой таинственный. Ну, в первую очередь, потому что он связан с Шаббатом. Шаббат – это главное в жизни человека. Мы всегда дни отсчитываем от Шаббата, сколько дней и так далее. В Шаббате для Шаббата работают продукты для Шаббата, все для Шаббата. И написано, что когда человек принимает Шаббат, именно Арязай написал при прочтении этого псалма, он входит в литургию. И больше того, написано, что шаббат – это в них душа входит в человека, вот при прочтении этого Псалма, она как раз в этот момент, когда она входит в человека. Что происходит, когда человек не читает его? Ну, не знаю, может быть, не до конца уходит. написано что этот псалом на большая такая тайная можно сказать скрытая информация нам на непростые времена о чем здесь разговаривают рэбе из бельс комментарии к те и лимбут на слова глаз всевышнего сотрясает пустыню сотрясает бог пустыню когда же говорит что известно что весь мир делится на три части первая обитаемая часть где живут люди вторая и там еще одна часть это моря еще одна пустыня в море человек жить не может понятно пустыня ведь эта часть суши и пустыня приходит всевышнему и с претензией владыка мира за что такая несправедливость почему в населенных местах слышится голос торы молитвы святые места а я место обитания хищников и бандитских шарик почему и об этом сказано вас все ручно сотрясает пустыню причем вот это слово сотрясает можно перевести еще как желает стремиться то есть пустыня желает стремиться к тому что в ней слышался голос всевышнего на самом деле это тоже написано желание всевышнего что в пустыне слышался голос о чем здесь весь разговор раф исчебина написал у каждого человека жизни есть периоды населенного пункта и пустыне периоды хорошее время нет ничего сложного в том, чтобы учиться, молиться, как положено. Это обязанность человека. Но когда человеку нужно следить, чтобы в тот период, когда у него пустыня, когда у него там не все ладится, чтобы не стал он пристанищем вот этих хищников и бандитов, где не слышен голос Всевышнего. Потому что, чтобы он остался святой пустыней. То есть даже в сложные периоды, очень, знаете, сложно, но на высоком уровне объясняют нам через этот псалом, что этот важный период, когда что-то не ладится, он тоже должен, это испытание, человек должен понять, что если он сохранится в этот период, он сохранится намного дальше. Идем вперед. Семь раз в этом псалме говорится слово «голос Всевышнего». Ну, во-первых, это внутренняя связь субботы, подчеркнется. А во-вторых, ну, псалом, в котором семь раз говорится именно эти слова, он не может быть просто простым. Резак говорил, что мужчина вообще обязан перед шаббатом прочитать этот псалом. Без этого приема шаббата у него не был. Есть еще, когда, сейчас скажу, вносят и выносят из арон-коды шатору, написано, человек, который прочитает этот псалом и что-то попросит, он обязательно может получить. Еще этот псалом связан с одним вопросом. Мудрецы говорят, что когда у человека какая-то операция, и особенно, особенно, если у женщины роды не затягивается, и кесарево сечение, муж должен читать семь раз этот псалом, он великолепно помогает. И вообще при любой операции написано, надо семь раз читать этот псалом. Можно его читать за других. Этот псалом также читают от плохого духа. Ну, тот дух, что был у Шауля. Когда человек чувствует, у него внутри что-то начинает качаться, как-то начинает, знаете, раздражать окружающие. Написано тоже очень хорошо. Вообще написано в древних книгах, что этот псалом имеет невероятную силу окружить спасение. Он связан вот с теми семи кругами, которые вокруг мужа делает невеста во время хупы, окружая его от всего остального мира и защищая. Так и этот псалом. Если надо, еще очень важный, такой интересный момент, если надо продать недвижимость, что говорят мудрецы. Заходишь в дом или что-то, квартиру, надо пройти внутри дома или квартиры полностью по периметру, и прочитать сначала отрывок о воскурении, потом псалом, вот этот, и потом молитву о набеговых. И так семь раз. Это убирает вообще плохую энергию из дома, убирает негативные силы, но кроме того, это еще и помогает продать эту недвижимость. Ну последнее, что хочу сказать. Восемнадцать раз имя Всевышнего повторено в этом псалме, поэтому это великий псалом. Брахав и Ацлахав.